На этой неделе крупное ЧП случилось в Энгельсе в Лётном городке. Обрушились лестничные марши в четырёхэтажном жилом доме. Пострадала женщина, 27 и остались без крова. Все подробности узнаем у начальника пресс-службы областного МЧС Натальи Куличенковой. Спасибо, Полина. Обрушение произошло 20 мая около 8 утра. Дом четырёхэтажный, четырёхподъездный, 59-го года постройки. К месту немедленно были направлены все экстренные службы. Проводилась эвакуация жильцов из квартир, по лестничным маршам, по автолестницам. Всего был эвакуирован 31 человек. Одна женщина, 83-го года рождения, с серьёзными травмами была госпитализирована в первую городскую клиническую больницу города Энгельса. Она до сих пор находится там. На базе 15-й школы был развернут пункт временного размещения, где люди были обеспечены горячим питанием, с ними работали психологи. Сейчас 19 семей размещены у родственников. Проведено техническое обследование дома. Конструкции лестниц в трёх подъездах находятся в аварийном и ограниченно способном состоянии. Администрации города решается вопрос о проведении восстановительных работ и дальнейшему размещению людей. Обстановка с пожарами в регионе. Рост количества пожаров превышен на 20%. В абсолютных цифрах на 700 случаев с начала года. В день происходит более 20 пожаров. На помощь огнеборцам приходят новейшие технологии – беспилотная авиация. Роман Базан принял участие в учебно-тренировочных полётах. Про них говорят с техникой на «ты». Инженерная группа МЧС и с роботами работает. В визовке, что под Татищевым, сегодня тренировка на беспилотном летательном аппарате. Самое главное, чтобы все параметры программы работали. Тут GPS и не сильные пары у ветра. На то, чтобы запустить беспилотник, у них уходит не больше пяти минут. Это довольно быстро признаётся Александр Аксёнов. В управлении он самый опытный пилот. За время службы налетал больше пяти часов. Практически навыки были на 16-го года. Потом, когда была создана нештатная группа, я входил в нештатную группу. Потом распоряжением МЧС её закрыли, нештатную группу. И сейчас мы находимся в данном моменте во вследском составе штатной группы. Применение баз. Тренируется, пока не горит. По словам сотрудников МЧС, с помощью квадрокоптера легко обнаружить лесные пожары. Можно облететь и оценить масштабы. Беспилотник с тепловизором помогает и в поисках потерявшихся. Ещё эта техника – неплохой помощник во время подтопления, говорят специалисты. При подтоплении населённых пунктов, которые были у нас в 2018 году, очень хорошо они себя зарекомендовали, когда мы работали в Волгоградской области. Значит, производился облёт территорий, определялось количество потопленных домов, определялись люди, которые сидели на крышах. Мы определяли, куда направлять уже рабочие группы с мото-лодками, с катерами для эвакуации людей, либо для доставки пищи отрезанным от пути сообщения людям. По словам инженеров группы, в этом году технику ещё не доводилось испытывать в деле. Поэтому специалисты больше тренируются, оттачивают различные приёмы. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. И в заключении хотел бы напомнить, что в области действует особый противопожарный режим. Он устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещено разведение костров, выжигание мусора, травы, посещение лесов. За нарушение правил предусмотрены серьёзные штрафы. Новая информация уже через неделю. Спасибо, Наталья. Начальник пресс-службы регионального управления МЧС рассказала о чрезвычайных событиях за неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова